Молдфутбол.ком Самые свежие новости молдавского футбола на главном футбольном сайте страны. Главный футбольный портал Молдовы вас приглашает на главный матч отчетного тура в национальной дивизии. Поединок между удачей и шерифом. Поединок, который, к слову, ожидался большим интересом. Это матч, как многие говорят специалисты, матч за чемпионское звание. Смотрите, контратака, удар по воротам. Ой-ой-ой-ой, 1-0. Ну вот, такое начало матча, которое абсолютно не предвещало голы, забитый в дебюте Анатолием Кептине. Еще удар по воротам, мимо ворот Максим Михалек. Но это 1-0. В пользу шерифа на ближнюю штангу. Ой-ой-ой-ой. А ведь могли легко пропустить. Могли легко пропустить этот мяч. Приблизиться другими путями к воротам Владислава Стоянова пока что не удается. Ой-ой-ой. Ох, момент какой. И что самое интересное, мяч уходит от головы, от игрока шерифа. От головы одного из футболистов шерифа. Посмотрим, как будет на сервис. Удар. Хо-хо-хо. Самый опасный момент дачи в этом матче пробивал Давид Гомезрдашвили. У мяча там Ливан Каргалидзе. Удар Каргалидзе. И гол. Смотрите, 1-1. Ливан Каргалидзе. Сложно сказать, дотронулся ли кто-то до мяча, до того, как он оказался в воротах. Но это гол, 1-1. Футболисты рады, все рады. И, конечно, горечь в глазах тренерского штаба шерифа. Да, 1-1. Да, и Андрей Кужукари может пробить и по воротам. Я не исключаю, что так он и сделает сейчас. Прямым ударом, поворотами будут надеяться на какой-то отскок, на то, что Стоянов мяч-то отобьет. Удар. Ой-ой-ой. Вы видели такое? Играешь. Ну что ж, друзья. 1-1. Два очка, разница еще сохраняется. Но радость дачи, мне кажется, она более такая глубокая. И заключается она в том, что команда забила на последних минутах, проигрывая на протяжении практически всего поединка. И вот эти голы под завязочку матча в таком поединке с таким противником, они более, скажем так, ценные и воспринимаются как-то по-другому. 1-1 и борьба за чемпионское звание продолжается. И мы ждем еще интересных результатов, впереди еще целых 11 туров, и все может измениться. Счастливо всем и оставайтесь на сайте moldfootball.com. В плане, конечно, турнирной таблицы результат не получился, а в крайней стратегии, то есть, приемлемые результаты. Понятно, что как бы сегодня игра не закончилась, все ответственные матчи. Хотя, я благодарен ребятам, держали, держали игру и делали все правильно, делали все возможное, чтобы добиться положительного результата, то есть победы. Вся борьба еще впереди. Ну, важно было сегодня не поиграть, а сохранить этот шериф, который у нас был. Просто мы провалили первых 30 минут, во втором собрались. И, в принципе, мы так и ребят поблагодарили, что все-таки они могут делать на поле все, что могут. Поэтому во втором тайме практически мы не дали шерифу и шанса просто дальше играть. Я считаю, что результат не по игре, думаю, ну, не знаю, наверное, поле немножко сказало, что не могли играть больше в пас, надо было играть. Во втором тайме немножко стушевались и сами получились стандарт. Хотя и стандарт, думаю, был придуман. Думаю, если бы забили второй еще в первом тайме, то, наверное, бы победили и все. Жаль, конечно, но мы еще будем бороться за чемпионство. Думаю, все, у нас получится, мы все-таки станем чемпионом. Игра трудно получила, потому что поле позволяло сегодня толку барбу, не очень красивую игру, потому что очень жестко и твёрдо. И было и шоу элемента, которое мешало нам, шерифу, играть сегодня. Ничего не унизилося, не увеличилося, все открыто и шоу одинаково туры. Одинаково туры, да, значит, это одно очко, которое бы мы имели больше, чем дать, никакого больше значения нет. Мы сами видели гол как его пропустили, просто неудачно. Такие голим и не можем забивать.